Я представляю проект, который мы с моими одногруппниками разработали в рамках теории формальных языков на кафедре U9 МГТУ имени Баумана. В теории формальных языков существует множество способов представить регулярный язык, начиная от конечных автоматов и заканчивая полугруппами преобразований. Их понимание не только расширяет кругозор, но и формирует связь между различными областями теоретической информатики. Но дело в том, что в рамках учебного курса на теорию автоматов отводится очень мало времени, а некоторые темы приведены только в специальной литературе. Из-за этого, если студент не успел понять такую тему, ему приходится разбираться по упрощенным примерам с лекцией, статьям или таким же простым и однообразным примером индусов с YouTube. Из-за этого некоторые студенты имеют поверхностное понимание. Казалось бы, несложных тем. При попытке найти в сети готовые решения, которые позволили бы разбирать пользовательские примеры, натыкаешься на примитивные конвертеры, которые поддерживают только детерминизацию и минимизацию, либо разрозненные репозитории с реализацией отдельных алгоритмов. В связи с этим мы решили создать интерактивный справочник, который позволил бы пользователю разбирать собственные примеры, а также углубиться в теорию автоматов и охватить малораспространенные алгоритмы функционалом конвертера. Изначально проект возник из намерения нашей преподавательницы принести некоторое количество теорий в лабораторные, поэтому появилась возможность сделать групповой проект. В задачу входило создание преобразователя, который может генерировать, преобразовать и сравнивать различные представления регулярных языков. В качестве основного языка мы могли выбрать любой подходящий, остановили свой выбор на C++. Вряд ли это дало нам какие-то преимущества, скорее доставило больше неудобств. В качестве основной платформы разработки мы использовали GitHub. Это позволило структурировать процесс работы над проектом. Также мы использовали GitHub Actions для автоматической сборки и настройки, автоматической сборки и тестирования. Тестирование для нашего проекта просто необходимо, потому что многие функции взаимосвязаны между собой, и малейшее изменение может нарушить их работу. Итак, конвертер. Он принимает на вход текстовый файл с инструкциями, которые включают в себя преобразование над различными представлениями регулярных языков. Результатом может быть как представление другого класса, так такого же, либо другого типа. Поэтому в модуль, интерпретирующий входные инструкции, включен TypeChecker, который проверяет корректность входных типов, а в случае композиции и цепочку типов. Изначально в проекте были представлены только регулярные выражения конечной автоматы, поэтому основной задачей было создание функции, которые могли бы переводить регулярные выражения в конечные автоматы и преобразовывать, соответственно, автоматы. И на основе этих базовых функций уже реализовывались многие другие. В параллельно с нами свою работу над лабораторными ввели наши однокурсники, поэтому отдельной задачей была определена интеграция подходящих лабораторных к нам в проект. Так, среди представлений появился трансформационный моноид. Также всей команде было разрешено работать над проектом в рамках лабораторных надбород в течение всего курса, поэтому к представлениям добавилась профиксная грамматика, а также появились новые функции, позволяющие определять свойства регулярных языков. Расскажу немного о тестировании. Для него широко используются предикаты, которые проверяют различные свойства представлений. Например, в данном случае мы можем проверить, что метод, который переводит автомат в префиксную грамматику линии, а также существует возможность генерировать любое количество входных инструкций. Пример вы можете видеть на слайде. В какой-то момент было решено разбить проект на модуль не только формально, но и физически, поэтому все модули распределены по отдельным директориям. Также существует разбиение на исполняемые приложения библиотеки. Это сделано для того, чтобы можно было использовать реализованный нами функционал в других задачах, просто подключив нужную библиотеку. В пользовательские приложения входят приложение генерации входных данных и приложение, которое интерпретирует входные инструкции и выдает отчет в качестве результата. Вы можете видеть на слайде, что есть еще один модуль Logger. Это очень важный модуль нашего проекта, потому что изначально это была лишь одна из небольших подзадач, чтобы отслеживать результаты функции. Но так как мы решили сделать конверсер интерактивным, нужно было развить эту часть нашего проекта. В связи с этим мы решили представлять пользователю пошаговые выкладки с описанием всех преобразований, а также для некоторых функций, в будущем и для всех, мы будем приводить подробную теоретическую справку, которая может поспособствовать более осознанному изучению наглядных представлений. Изначально Logger был глобальным интерфейсом, методы которого вызывались непосредственно из функций, но это затрудняло изменение их стиля и порядка. Поэтому была введена концепция шаблона, которая передается на вход функции. Внутри функции поля шаблона заполняются, а уже после ее завершения работы мы вендорим интершаблон. Под полями шаблона подразумеваются метки, которые следуют введенному мета-языку. Они заменяются позже нужной информацией. Например, здесь в латехе есть шаблон для осознания бессимуляции, и он рендерится в слайд, на котором метки заменяются нужной информацией. Интерпретатор поддерживает несколько команд. Они включают вдвоение переменной значения, применение предиката к различным объектам. Также существует команда тест, которая принимает на вход два регулярных языка и проверяет, какие слова второго языка также принадлежат первому. И верификатор гипотез, который принимает на вход последовательность команд. Единственный предикат, что позволяет определить ему, в каких случаях гипотез выполняется, а в каких опровергается. Есть возможность установить флаг слабой типизации, который позволит передавать на вход функции, требующие детерминированный, автомат недетерминированный, и режим отображения теории. Все шаблоны лежат в папке проекта, поэтому их можно менять независимо от работы логера. Также из-за того, что некоторые шаблоны включают другие, существует метка включения, include, которой можно включать содержимое одного шаблона в другой. Вот статичное представление, как выглядит отчет. Вначале отображается теория по теме, а в конце несколько слайдов, где разобран уже конкретный пример, который пользователь передал на вход. Вот это пример результата функции тест. Ей на вход в данном случае подается автомат и регулярное выражение. Порождаются слова, описанные регулярным выражением, и проверяется их принадлежность языку, который описывает автомат. В качестве результата выдается таблица с подробным описанием результатов парсинга. Вот еще один пример. Здесь сначала строится автомат антимированный по частичным производным, далее по нему трансформационный моноид, и с трансформационного моноида извлекается информация о классах эквивалентности Махиллана Роуда и в качестве результата таблиц, описывающей их. Проект был неоднократно применен нами в учебе, потому что оказался очень полезен для решения задач, которые были предложены в курсе. А также очень полезен оказался верификатор гипотез, так как с помощью него можно проверять различные свойства представлений, которые мы могли видеть в лекциях. Например, здесь видно, что если удалить все оптимон-переходы из автомата Томпсона, получится автомат Глушкова. Также здесь есть пример, в котором гипотез выполняется не всегда, и в таком случае выдаются контрпример. Что в результате? Мы проделали большую работу, и у нас получилось сделать конвертер, обладающий обширным функционалом и качественной визуализацией, аналогов, которые мы найти не смогли. На слайде вы можете видеть необходимые материалы, ссылка на документацию и репозиторию проекта. Для корректной работы конвертера требуется, чтобы в вашей системе были установлены некоторые пакеты, поэтому мы позаботились о том, чтобы вы могли легко начать пользоваться конвертером. Для этого реализованы скрипты для установки настройки всего необходимого, пока что только для Linux, и скрипты для настройки докера. В течение семестра мы не успели осуществить все планы на проект, поэтому реализация некоторых из них остается нам на будущее. Из-за обширного обхвата различных теоретических конструкций мы не успели написать теоретические подробные справки для всех функций. Также некоторые алгоритмы реализованы не в самой их оптимальной модификации, поэтому этим мы тоже когда-нибудь займемся. Ну и другие различные модификации, которые будут полезны для пользователя. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Тоже очень громотный тайминг. Хочу отметить, пожалуйста, вопросы. У меня множество мелких вопросов. Во-первых, фреймворк просто C++ или еще что-то, QT какой-нибудь? Ох, я совсем забыл сказать. Да. Я видел C++, но больше ничего не видел. Для отображения автоматов мы используем язык dot. Ну понятно, граффиз. Но не граффиз в его переначальное представление, потому что возникают проблемы с размещением автоматов с большим количеством состояния на слайде, поэтому мы используем пенаментскую библиотеку dot.tech постобработку с помощью языка рефал и пакет для векторной граффи. Там есть код на рефале. Да, там есть код на рефале, потому что в граффизе метки не очень красивые. Еще один вопрос, даже не вопрос. Меня спрашивали, как привлекать молодежь в open source. Вот посмотрите, это курсовой проект здорового человека, точнее группа здоровых людей. Вот же, никакого привлечения не надо. Люди защищали курсовой проект, даже не курсовой, а семестровый. Скажите, пожалуйста, вы видите какой-нибудь толк от того, что вот этот код размещен на гитхабе, под митовской лицензией, свободный? Как вы к этому относитесь сами? Толк в этом есть какой-то? Я думаю, да, потому что многие из нас впервые работают над подобным проектом и получили положительный опыт. Я думаю, что и остальным студентам это может быть интересно, особенно когда они видят, что их однокурсники, однокурсники таким занимаются. Ну да, не говоря о том, что этот инструмент уже и преподаватели применять могут. Я думаю, да, потому что… Спасибо. По генерации диаграмм, вот интересно, это в шаблонах сейчас просто эти картинки находятся или они действительно сами генерируются с помощью какой-то библиотеки? Я вот этот момент, может, как-то упустил? Да, да. Я только что сказал, что язык dot используем и отдельно генерируется изображение, которое после вставляется в лотех шаблон. Они вставляются в лотех или, ну, прям картинками? Или это как-то прям… Ну, они конвертируются в векторное представление с помощью пакета лотеха TXZ и вставляются уже в… Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Или мы можем поблагодарить докладчика? По-моему, все понятно, хорошо было. Спасибо большое. Спасибо.